Привет! Совсем недавно выходило видео от хорошего к лучшему по Disney+. И там мы спрашивали, вам будет интересно, чтобы мы такое же сделали с Apple TV+. Вы ответили утвердительно, и вот мы здесь. Стриминг Apple запускался примерно в то же время, что и стриминг Disney, поэтому особенно интересно будет взглянуть на то, у кого в итоге получился сервис качественнее и где больше годных оригинальных премьер. Забегая наперед, скажу, что у Apple вышло гораздо больше сериалов за этот же промежуток времени, и у нас наберется полноценная пятнашка, как обычно в этой рубрике. И давайте освежим ее правила. К зрительским оценкам с Кинопоиска и МДБ прибавляем средние от оценок критиков на томатах и метакритике, и все это делим на три, а на основе получившегося балла сравниваем, кто круче. Сериалы, которые неприлично хороши, будут получать от нас огонек и личную рекомендацию. И обычно в рамках этой рубрики мы берем проекты, у которых больше тысячи оценок на КП, но в этот раз сбавляем планочку до 400 оценок, потому что, ну, судя по всему, Apple TV Plus не очень популярна в нашей стране, и у немалого числа проектов оценок кот наплакал. Ну что ж, давайте браться за дело, меня зовут Владимир, и сейчас мы посмотрим на 15 лучших сериалов с Apple TV Plus. Открывает наш сегодняшний список относительно недавний сериал, сияющий с довольно интригующим концептом. Мандиак-убийца зверски убивает девушек, которые обладают особыми свойствами, и помогают ему путешествовать во времени. Кирби — единственная жертва, которой удалось выжить вследствие нападений, но это очень сильно отразилось на ее психическом состоянии. Она стала закрытой, а главное, у нее наблюдаются определенные проблемы с восприятием мира. Утром она просыпается и видит в своей квартире кошку, а вечером оказывается, что это пес. Ее обследуют врач женщина, а через пару минут оказывается, что это мужчина. После нового случая убийства она объединяется со знакомым журналистом, чтобы найти маньяка. Ну, честно признавайтесь, звучит довольно интригующе. Но вот, знаете, восемь серий по часу — многовато для такого проекта, многовато. Вот местами было прям скучненько. Главную роль играет Элизабет Мосс, и она привычно хороша, но порой чертовски пугает. Причем я не уверен, что это преднамеренно сделано. Все же она актриса, которая четко ассоциируется с мистикой и ужасами. Ее выражение лица всегда настраивает себя на то, что происходит какая-то чертовщина. Ну, хотя в плане атмосферы тут все довольно гнетуще, поэтому ладно, давайте занесем это в плюс. И если вы любите вот такие атмосферные детективы, то, конечно, стоит обратить на этот проект внимание. Забавно, что это далеко не последний сериал в сегодняшнем списке, где идет путешествие во времени, и не только. Apple всерьез взялись за эту тему, и многие проекты связывают эта тематика, просто в разных сюжетах. Сейчас, видимо, мода идет на мультивселенные, путешествия во времени и так далее. Кстати, Сияющий буквально на капельку обогнали другой прикольный проект, защищая Джейкоба. И вот меня прямо в одушевлении берет от того, что если вот такой прикольный проект на 15 месте, то что там выше? Оу-оу-оу-оу-оу, Петр, ты что за бардак тут устроил? Я же видео про лучший сериал Apple пишу. О, Владимир, я тебя как раз ждал. Слушай, мне посылка, считай, горда на 50 книг пришла, мне бы подсобить, разгрузить, а? Ты не стой, ты проходи. Чего? 50 книг? Ты ничего не перепутал? Это не монополия? Банк не сделал ошибку в твою пользу? Че вообще происходит? Слушай, ну, не надо так драматизировать. Если знаешь, где покупать, выходит, не так уж и дорого. Я вот закупаюсь, считай, горди. Тут большой ассортимент, удобный сайт, доставка по всей России. Причем можно заказать книгу и не платить условные 500 рублей за доставку до дверей, а бесплатно забрать в магазине у дома. Также есть раздел, где можно купить книгу с автографом автора, а еще есть полезные статьи. Например, 10 лучших книжных новинок июня. Ознакомьтесь, чтобы не пропустить ничего интересного. Так, ну я пока все еще не слышу волшебных слов про экономию. Вован, ну куда ты постоянно спишешь? Сейчас же все расскажу. Смотри, во-первых, на сайте есть волшебный раздел акций, где постоянно обновляется каталог со скидками. Например, сейчас можно бриджи-эпсонов по скидке урвать, ты вроде как смотрел, может почитать захочешь. Во-вторых, у нас есть волшебный промокод. Но ему я его расскажу только в самом конце. О, во, зафиксируя это состояние, я смотрю, ты любишь азиатскую анимацию. Для таких, как ты, у меня есть особое предложение. Сейчас набирает популярность книга «Благословение небожителей». По ней даже мультсериал сняли 8,5 на КП. Приглядись. Так вот, советую обратить внимание, ведь совсем скоро выходит второй том. И его уже можно предзаказать, чтобы одним из первых прочитать продолжение. Ссылочка на что я горд будет в описании. А вот и наш ультраполезный промокод «Киноогонь», по которому в период с 15 по 22 июль ты можешь получить скидку 15%. Вот, вот так бы сразу. А теперь, извини, мне нужно самому десяток книг заказать. Утреннее шоу на 14 месте, и это один из флагманских проектов, которым запускался сервис в 2019 году. Речь в нем идет, как нетрудно догадаться, о команде утреннего шоу, но под необычным углом. Из-за случаев домогательства с телеканала уволен главная звезда, и теперь боссы ищут нового ведущего. Процесс осложняется тем, что они хотели бы отправить на пенсию и вторую ведущую шоу, но она отчаянно сопротивляется. Каст у проекта, конечно, мощнейший. Тут и Дженнипер Энистон, и Ризни Уизерфон, и Билли Крудов, и даже Стив Карел в нескольких сериях. И что самое крутое, сюжет здорово раскрывается со временем. Если вначале делается фокус на не самую интересную ветку с поиском нового ведущего и устройством телеканала, то потом ветка домогательств так раскрывается, что я сидел с открытым ртом. Вот так нужно рассказывать о харассменте на рабочем месте. Реально роскошный сериал, в котором нужно перетерпеть первые пару серий, и потом будет не оторваться. Ну и технически тут все дорого-богато. Само собой, на стартовую линейку Apple не поскупились, и картинка тут на высшем уровне. Актеры тут тоже не подкачали, правда, со слезами Дженнифер Энистона тут прям перебор. Меня местами это уже утомляло. Оба сезона, кстати, неплохо проехались по премиям. Обилие номинаций на Globus и Amy. Правда, выиграно пока было не так много. Короче, запустились в целом как надо, и стриминг, вероятно, не пожалел о вложенных миллионах в этот проект. Вот я не понимаю, как же Ямалан это делает. Вот он постоянно снимает вот эту путаную дичь, которую я не понимаю, вот с мизерными бюджетами, окупается многократно, его примечают студии, вот в частности Apple. И что? Он снимает новую путаную дичь. И вот на 13 месте именно такой проект. Дом с прислугой. У молодой пары умирает младенец. Чтобы как-то справиться с утратой, на место ребенка в кроватку кладут куклу. И мать вместе с няней о ней заботились, как о живой. Каково же удивление отца, когда ему тоже начинает казаться, что у них в доме вовсе не кукла, а живой ребенок. Наверное, ключевое. Если вы соскучились по Руперту Гринту, то это тот проект, где можно на него вновь посмотреть и вновь сказать, чертяка. Вот, хорош, хорош. Вообще, как история на один сезон звучит интересно, но хоррор на три сезона? Серьезно? Стиль Шьямалана, конечно же, узнается сразу. Сюжет интересный, но не особо понятный. Персонажи неплохие, но даже вот Макар после первого сезона дропнул. Говорит это все, конечно, занимательно, но никакой тяги включить второй сезон нет. И откровенно говоря, я его понимаю. Вот это прям совсем не тот проект, на который я хотел бы смотреть несколько сезонов. Но если вы любитель хорроров и мистической атмосферы, то не то чтобы много подобных проектов. Тут есть немало элементов, которые смогут вас удержать у экрана на продолжительное время. Ладно, возможно, немного больше нагнали на этот проект, чем он того заслуживает. Извините, но я просто не люблю вот прям очень сильно такие проекты. И мы смело их заносим в категорию сериалов не для таких, как Владимир. Идем дальше, и на 12 месте у нас прямо диаметрально противоположный проект. Тут комедия не с первой попытки, которая прямо с первых минут вас очаровывает. Это проект о молодых родителях. Ну, точнее, сначала не совсем о родителях. Джейсон и Никит давно пытаются завести ребенка, но у них это не получается в силу различных причин. Отчаявшись завести ребенка стандартным путем, пара решается прибегнуть к процедуре усыновления. Вот только это оказывается не просто прийти в детдом и выбрать ребенка, как они себе представляли. А на протяжении чуть ли не года специальная служба будет досконально изучать их жизнь. И только после этого вынесет решение, можно ли им доверить маленького человечка. И знаете, я вот очень рад, что тут оказался этот проект. Он может быть не самый смешной, не самый визуально красивый и так далее, но он очень важный. Вы не задумывались, как много пар сталкивается с тем, что не может завести детей? Пока вы молоды, вам не кажется это проблемой, но в Растае вы все чаще слышите о таком, а кто-то и сталкивается лично. Раньше эта тема в кино была табуированной, вообще кто станет смотреть за таким? Подавай нам только счастливые пары и обязательно с двумя, нет, лучше с тремя детьми. Но сейчас киноиндустрия продвинулась далеко вперед, и все чаще студии обращают свое внимание на такие остросоциальные темы. Сериал невероятно обаятелен и показывает нам настоящий быт пары, который пытается завести ребенка. Если вы или ваши знакомые проходили через нечто подобное, то это просто масси для вас. Неважно, получилось у вас в итоге завести детей или нет, этот сериал станет настоящей одушиной, и огромное число рассмотренных моментов получит мощный отвлек от вас. В общем, честно, лично я пока что не столкнулся с попытками заведения детей лично, но даже я получил невероятное удовольствие, и я вот признаю, насколько это важный проект. Личная рекомендация от меня. А теперь у нас еще один резкий разворот от сериала для тех, кто постарше, к сериалу для подростков. Тут у нас Диккенсен. Сериал рассказывает об Эмили Диккенсен, молодой поэтессе, которая сейчас довольно популярна в США, а при жизни была не понята. Зрителю через мир ярких фантазий показывают внутренний мир и обычный быт молодой девушки. Она не вписывается в привычное представление о женщине 19 века, пытается быть самостоятельной, хочет быть услышанной и борется за свои права. И для меня проект был интересен в первую очередь с визуальной точки зрения. Порой я был прям в восторге от придумок монтажа. Выглядит все очень сочно, героиня очень харизматично, так что Диккенсен может многих увлечь. Единственное, все же аудитория строго определена. Будучи не подростком, это все уже не так интересно выглядит. Проблемы кажутся поверхностными, герои бесячими, ну и все такое. Так что имейте это в виду. И вот если бы я сейчас был подростком, мне кажется, я бы пищал от такого проекта. И понятно, почему стриминг делает ставку на него, потому что, ну, ребята, вообще-то подростковые сериалы это двигатели просмотровые для платформ, поэтому чего удивляться. И при этом сериал, как вы могли догадаться по синопсису, поднимает и социальные вопросы, в частности, проблему неравенства мужчин и женщин. А еще, что интересно, у проекта с каждым новым сезоном оценка от зрителей и критиков только растет. И последний, на текущий момент, третий сезон выхватил 92 на мете. И рекордная для сериала оценка на МДБ. Опять же, это сериал из стартовой линейки. И вы представляете, даже не последний, о котором мы сегодня будем говорить. Получается, Apple грамотно решили, с чего нужно стартовать. Открываем десятку сериалом Тегеран. Я вот до подготовки к этому видео вообще ничего не знал об этом проекте, а он оказался очень неплох. Девушка-израильский спецагент проникает на территорию Ирана, чтобы вывести из строя внешнюю защиту противника, а ее командование смогло нанести удар по атомному реактору и тем самым уничтожить главное оружие противника. Но с самого начала все идет не по плану, и девушка попадает в переплет, где постоянно находится на волосок от смерти. Уровень напряженности тут с первых минут высочайший. И вот единственное, я бы отметил то, что само собой политики тут очень много, много деления на черное и белое, и стоит воспринимать этот проект именно как художественный, а не как реальное отражение дел. Думается, хорошим сравнением будет сериал Родина. Тегеран отлично оперирует вечным противостоянием Израиля и Ирана. Всю опасность этого противостояния ты схватываешь сразу, и мотивация что одной страны, что другой тебе объяснять не нужно. Но вот что нужно объяснять, так это порой тупости сюжета. Приду небольшой пример из самой первой серии. Весь план, который израильтяне много месяцев вынашивали, идет по бороде, потому что в самолет в самый последний момент садится другая израильтянка, которая видела спецагента на израильской базе. И никто на израильской стороне видит ли не знал этого факта и допустил девушку в самолет. Ну, как вы понимаете, подготовка спецслужб на высоте. Ну, как это всегда и бывает, если проект тебя увлекает, ты не обращаешь внимания на сюжетные условности. Если вы соскучились по политическим боевикам, то Тегеран даст вам то, зачем вы пришли. Очень увлекательный сериал. И вы заметили, насколько разные шесть проектов, которые мы уже обсудили? А дальше разнообразия будет не меньше. С девятого места начинается настоящая битва, потому что друг за другом расположились сериалы, которые набрали по 78 баллов и все решала оценка на КП. Начинаем с маленькой Америки. Сериал-онтология, рассказывающий самые разные истории мигрантов, которые живут в США. Все истории основаны на реальных событиях и в конце выводятся титры, как сложилась жизнь героев, которые легли в основу сценария. Как и все антологии, тут есть как сильные серии, так и не очень. И, как не трудно догадаться, в нашей стране этот сериал пользуется не самым большим интересом. Вообще, отечественному зрителю не очень интересно смотреть на истории мигрантов в США. Но, должен признать, тут есть парочка очень трогательных сюжетов. Хотя этот проект обязан своим присутствием в этом видео по большому счету критикам, не могу сказать, что мне было прямо скучно за всем этим наблюдать. Лично мне нравится формат антологии тем, что каждая история довольно быстро развивается и даже если она тебе показала скучной, неинтересной, то включаешь следующую серию и тебе показывают что-то новенькое. Но все же это явно мой аутсайдер сегодняшней подборки. Пара хороших серий не смогли во мне разжечь тех чувств, которые оставили другие проекты и спустя непродолжительный период времени о проекте остаются довольно прохладными воспоминаниями. Но опять же еще один новый концепт на антологию тем не менее было довольно занимательно посмотреть. На восьмом месте у нас мистический квест и если честно когда сериал только выходил я вообще не мог представить что он попадет в какие-либо подборки вот когда я посмотрел трейлер а он смог. Поздравляем. Сюжет рассказывает о создателях компьютерной игры у которых стоит задача выпустить новое дополнение к популярной игре и справиться с сумасшедшим боссом который вечно влипает в самительные истории и своими решениями скорее вредит разработке. Само собой тут много отсылок для людей так сказать современной культуры много шуток про видео и игры различные гаджеты и современные общества. Ближайший референс на мой взгляд это Кремниевая долина тут тоже много персонажей динамичные серии и комедийный сюжет правда не уверен что этот сериал сможет тягаться в долгу с проектом HBO все же он попроще и узнаваемость у него явно меньше но кто знает что будет уже через пару лет уже вышло два сезона и еще планируется как минимум столько же. У сериала есть свое очарование которое пока что действует больше на западную аудиторию чем на нашу но думаю боссы Apple не жалуются. А для любителей другого ситкома сообщества у меня есть еще одна веская причина к просмотру тут играет Дэнни Пуди да и вообще персонажа здесь на любой вкус в плане разнообразия к создателям не придраться и это уже второй сериал с баллами 78 еще будет два таких седьмое место и вновь сериал из стартовой линейки тут ради всего человечества создатели за основу берут концепцию ключевого события они строят сюжет на том как могла бы развиваться история человечества и Америки в частности если бы космонавт из СССР первым выступил на лунную поверхность как бы тогда отреагировало общество как дальше развивалась бы НАСА опустила руки или придумала себе новые цели а что стало бы Советским Союзом признаюсь по трейлерам для меня это был аутсайдер стартовой линейки да и из громких имен тут разве что Юлия Кирова да и то относительно громких а ну вон оно как сложилось для любителей космоса этот проект настоящая находка интересно посмотреть на работу НАСА интересно посмотреть на архивные кадры и видео тех времен интересно проанализировать политическую обстановку короче я ошибался насчет этого сериала он действительно ничего но осторожно он сюрприз сюрприз американско-патриотический вообще для меня немножко удивительно то что у нас так гасят наши патриотические проекты и при этом довольно неплохо воспринимают американские патриотические проекты короче загадка но я чуть-чуть поясню есть конечно прям плохие патриотические проекты вот фильмы там про Сирию какие-то непонятные вот все такое но есть вполне неплохие короче вот я вот именно про эти проекты американцы очень круто продают достижения своей нации смотришь и хочется пойти работать в НАСА сериал и в плане драматизма дает накал уже в первой серии в конце сидишь как на иголках и в плане визуала по большей части тут все красиво ну кроме планов на фоне больших ракет где зеленка прямо дико палится в целом я думаю если бы в центр сюжета не поставили противостояние СССР то на КП оценка была бы повыше и ради всего человечества взобралось бы явно выше седьмого места ну вот мы и добрались до шестого места и усаживайтесь поудобнее сейчас я буду пару минут облизывать самый необычный сериал последних лет начинается все как серия новелл про совершенно разных людей со всех концов Америки которые звонят своим близким и по ходу разговора всплывают какие-то ужасные события а в конце нам все это приправляют общим сюжетом а главное ноль актеров в кадре ноль отснятого материала для сериала нам показывают всего лишь визуализацию звонков и у вас может возникнуть вопрос чего? но поверьте мне это просто офигительно запускайте первую серию и уже через 10 минут у вас натурально идут мурашки по коже от напряжения за счет того что вам просто показывают разговор по телефону сами разговоры прописаны очень напряженно все 9 серий смотрятся за 2 часа и это одни из самых нервных двух часов в моей жизни чтобы вы понимали я натурально взмок от напряжения и не хочу вам все спойлерить но у сериала очень современная концепция когда вы поймете в чем суть да дело вас это улыбнет помнится мы на кино огонь как-то обсуждали трейлер этого проекта и говорили что выглядит интересно так вот смотрится все еще более интересно столько разных сюжетов столько драматических поворотов столько неожиданностей как вы понимаете я был в восторге после просмотра этого проекта и не поставил ему десятку лишь потому что концовка все же взорвала мой мозг не настолько как я надеялся но это точно самый необычный сериальный концепт последних лет что я видел фух сериалами с общим баллом 78,0 мы разобрались идем дальше на пятом месте сериал под названием последние дни Птолемей Грей и у него кстати меньше тысяч оценок на КП и это один из тех проектов из-за которых мы изменили наши критерии оценивания Птолемей Грей старик которому уже много лет у него прогрессирует болезнь провоцирующая потерю памяти племянник записал старика на инновационное лечение которое должно помочь Птолемее но вот уже несколько недель как родственник перестал приходить оказалось что его убили и никому нет дела до истинных причин этого ужасного происшествия Птолемей все же оказывается на приеме у врача к нему возвращается память и он собирается разобраться в смерти племянника главная роль тут Сэм любил Джексон и прямо видно как он кайфует от этой роли ему очень нравится играть такого импозантного старика я удивлен вообще как интернет еще не наполнен мемами по этому проекту тут огромная почва для этого и из-за заболевания старика он порой путается в своих воспоминаниях и во времени от этого детективная ветка становится еще более непонятной и непредсказуемой по частичке зритель вместе с героем пытается восстановить картину происходящего помогает Птолемею юная девушка Робин которая становится для него настоящим спутником и знаете наверное это мое слабое место вот эти вот сюжеты про спутников компаньонов которые заботятся друг о друге смотреть этот проект стоит из-за крутой актерской игры Джексона классного визуала и закрученной детективной линии и история уместилась в 6 часовых серий так что долго ждать развязку не придется но в целом я могу понять если неторопливый сюжет для кого-то станет непреодолимой преградой шаги от призовой тройки у нас расположились медленные или в других переводах хромые лошади как-либо провинившихся или грубо говоря облажавшихся агентов британской разведке ссылают в слоу хаус где они вместе с такими же беднягами занимаются самыми неприятными и зачастую никому не нужными делами роются в мусоре потенциальных преступников следят за ними но не предпринимают никаких действий да и вообще по сути ничего нельзя делать если даже они что-то накопают то должны отдать всю информацию нормальным агентам главного героя Ривера как раз ссылают в такое место после неудачной миссии и Apple хитро продвигает этот сериал в трейлерах и на постере ключевую роль уделяют Гарри Уолдману и он есть в этом сериале и даже не на минутку но все же он тут не главный герой в целом это довольно бодрый шпионский боевик чем-то похож на сериалы про супергероев неудачников которые стали популярны от того что стандартные проекты про супергероев всем наскучили так и тут это сериал для тех кому стандартные Джеймс Бонды или Итаны Ханты уже приелись и хочется посмотреть на что-то свежее в этом жанре в основу проекта лег одноименный роман Мика Хэррона и нам сходу обещают 4 сезона по 6 серий звучит конечно амбициозно но если взглянуть на оценки можно понять что повод для таких амбиций в целом подходящий до сих пор у нас была мощная заруба проекты шли прям бал в бал но финальная тройка довольно сильно оторвалась от всех остальных и можно сказать это проекты другого уровня и на третьем месте дорога в тысячу ли запутанная история о четырех поколениях корейской семьи которая начинается в 1930-е годы когда Япония оккупировала Корею нам одновременно показывают быт героев как в начале 20-го века так и в конце мы видим одних и тех же героев в разном возрасте и проживаем вместе с ними ключевые события их жизни и это может показаться немножко странным но у меня есть мощнейшие вайбы Марка Пола от этого проекта тут конечно нет драк торговли и все такое но вот сам стиль повествования вот этого неторопливого азиатская культура подводит к таким параллелям сериал очень неторопливый но если вы готовы просто впитывать историю то получите море удовольствия в каждом поколении есть какие-то интересные сюжеты которые объединяет Сунжа персонаж поразительной мудрости который является проводником для своей семьи во всех поколениях и что самое интересное ее играет Ю Ю Джон та самая бабулечка которая играла в Минари и потом очень мило общалась с Брэдом Питом при получении Оскара очень атмосферный проект любители Азии не имеют права проходить мимо в основе лежит одноименная книга ну точнее как одноименная в оригинале и книга и сериал называются Починка а у нас книги дали название Дорога в тысячу лей а потом и сериалу кстати этот проект когда я только начинал обсчитывать баллы имел 600 оценок на КП к моменту когда мы записываем это видео у него уже больше 900 а наверное когда его смотрите и за 1000 перевалило так что спешите его посмотреть пока это не стало мейнстримом в конце года мы еще обязательно о нем поговорим второе место занимает Тед Ласса и тут уместно вспомнить нашу зарубу с Петром в подкасте давайте к нему два балла я буду ставить Теду Лассу второму сезону Кайка два два отличных сезона вышло у Теда Ласса два и каждому я поставлю по два балла кстати подписывайтесь на наши подкасты мы сейчас там стараемся придерживаться такого графика по понедельникам мы обсуждаем новости кино по средам мы в формате стрима говорим с подписчиками в Огнаном киноклубе а по пятницам обсуждаем премьеры Владимир ты про все это мог сказать не любом другом месте давайте восхваляй Теда быстрее видит бог я откладывал это обсуждение как мог ну ладно действительно неплохой проект и мы о нем уже 10 раз рассказывали но если вы вдруг пропустили это история про тренера который изначально занимался студенческой командой по американскому футболу но перебрался в Англию чтобы принять команду АПЛ эта магическая трансформация происходит потому что новая владельца футбольного клуба хочет насолить своему бывшему мужу и развалить его клуб на самом деле о футболе довольно мало достойных проектов а я очень люблю футбол казалось бы в чем проблема что тебя не устраивает Владимир ну вот в плане футбола не стоит ожидать от этого проекта чего-то серьезного все же это скорее добрейшая комедия первый сезон это просто источник положительных эмоций и успокоения реально у проекта эффект прям такой хорошей терапии и вот ладно первый сезон я думал будет про футбол был не про футбол второй сезон я сел смотреть со знанием дела а они опять дали разворот и дали такую мощнейшую рефлексию короче у меня пока не складывается с этим проектом исключительно из-за того что каждый сезон я получаю немного не то на что настраивался но хоть у нас и есть с Петром разногласия по поводу того насколько это хороший проект нельзя не признать что это хороший проект и это настоящий конвейер для стриминга в плане зарабатывания наград за два сезона создатели ухватили 4 эми 2 золотых глобуса и 2 премии гильдии актеров и то ли еще будет звучит мощно ждем третий ждем третьего сезона который для проекта должен стать финальным несмотря на космические рейтинги создатели настроены не растягивать этот сериал и вот мое уважение таким создателям у вас есть история на три сезона вы ее рассказываете за три сезона не пытаетесь ее растянуть на 10 когда она вас давит продюсер вот вот молодцы ну и давайте закончим классикой Петр сколько баллов ты ставишь Теду Ласса? 10 вам 10 из 10 Тедов Ласса а Тед Ласса это 10 значит это 100 из 10 ты понимаешь это лучший сериал в истории человечества и давайте сделаем небольшой перерывчик чтобы мы смогли посмотреть на проекты которые вы либо видели либо слышали у вас непременно возникает вопрос где где основания Владимир где там змеи из Эссекса короче сейчас мы будем смотреть чего же не хватило этим проектам в следующем году так вы видите что вы не что вы как вы Ну и наш победитель. Сериал, который вышел несколько месяцев назад и который мы тоже уже обсудили довольно подробно в подкасте, который мгновенно взобрался во все возможные подборки. Короче, лучшим сериалом от Apple TV Plus по нашей формуле становится Разделение. Главный герой Марк после семейной трагедии решается на процедуру разделения. Теперь при приходе на работу он забывает всю свою жизнь и по сути в качестве работника выступает новая, чистая личность Марка. Жизнь рабочей версии Марка очень сильно меняется, когда к ним в отдел приходит новая сотрудница, которая очень сильно недовольна своим разделением и хочет покинуть компанию. Снял все это великолепие, вы не поверите, Бен Стиллер и эта концепция в хорошем смысле взорвала всем мозг. Персонажи интересны, картинка невероятно красивая за счет дизайна локации. 9 серии пролетают так быстро, что после их просмотра требуешь добавки немедленно. Короче, высший класс. За исключением того, что первый сезон лишь подкидывает новые вопросы и не дает ответов. Да, я не мог удержаться, извините, 5 копеек свои вставил. Этот проект еще не успел отгреметь на премиях, но я уверен, что он там будет фаворитом. В этом году Apple выкатили мощнейшую линейку сериалов. Прямо один лучше другого. Разделение обязательно к просмотру. И опять же, в конце года мы еще к нему вернемся. Отдельно упомяну, что этот проект стоит посмотреть как минимум для того, чтобы открыть для себя Бритни Лоур. Где она была, черт возьми, все это время? И почему она так хороша? И все же побуду немножко школьным учителем и скажу, что оценку пока что лучше ставить этому проекту карандашом. И огонек от нашего канала мы тоже даем карандашом. Короче, создатели, смотрите, не прогребите все это великолепие в следующих сезонах, потому что я не уверен, что у вас есть хорошие ответы на все то, что вы нам показали. Вот мы и посмотрели главный сериал с Apple TV+. А сейчас давайте перейдем к выводам и проанализируем этот стриминг в сравнении с другими платформами, которыми мы также до этого уже обозрели. За неполные три года существования Apple TV+, успел выкатить довольно много оригинальных сериалов, уж точно больше Disney+, у которых даже 15 сериалов за это же время не набралось. Минимальный балл для попадания в сегодняшний список составил 73,7. Средний 78,7, а максимальный 86,7. Если сравнивать с другими стримингами, это пока хуже мастодонтов вроде HBO, Netflix, BBC, Amazon и Showtime. Но, кстати, вполне близко к последним. И все же времени у Apple было намного меньше. Мне очень нравится, в каком направлении развивается стриминг. Платформа не боится экспериментировать с форматами и не дует ежегодно свои самые успешные проекты. За три года Apple стал заметным игроком рынка и удивляет лишь то, что в гонке подписчиков они пока далеки от Алиппа. Контент у них что надо. Надеюсь, боссы не свернут лавочку ввиду низких показателей. Пишите в комментариях, как вам видео. Мы очень старались. Также пишите в комментариях, за что браться дальше. Наверное, самым логичным вариантом будет взяться за Hulu, потому что они последние из таких заметных игроков рынка, которых мы еще не обозревали. Но вот что дальше, я даже не знаю, если честно. Мне бы, быть может, было бы интересно посмотреть на российские стриминги, вроде Кинопоиска или того же Старта. Но, боюсь, будет обилие комментариев про то, что это реклама и вообще кому это надо. И формулу тоже им придется как-то подстраивать, потому что, понятное дело, нет оценок ни с Томатов, ни с Метакритика, ни с Мдб. Короче, у нас с вами есть время подумать. Давайте вместе в комментариях подискутируем на эту тему. Ну и самое время спуститься и нажать на кнопочку подписки. У нас для вас много угненного контента. Не пропустите. Также подписывайтесь на наши соцсети, там нас тоже очень много. Но у меня на этом все. Угненное пока.